Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём в студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. На календаре середина недели, среда, 3 марта и сегодня день слуха и день тех, кто умеет слышать друг друга. Чего? Мне кажется, тебе нужно повторить эту фразу еще раз. День за днём. Поехали. Я бы вообще сказал, самое главное, не важно, какой сейчас день, важно, какое время года наступает. Весна все-таки есть, я не знаю, мне кажется, уже понятно становится. На улице чуть потеплее, птицы щебечут, вообще какое-то настроение потихоньку начинает появляться приподня. Ну, по крайней мере, у меня. В общем, как пели в одной известной песне, запахло весной. И на календаре скоро, совсем скоро, 8 марта. И для таких женщин, которые озабочены состоянием своего здоровья, мы сегодня специально делаем эфир для того, чтобы они могли задать вопрос, как мобилизоваться в весенний период, как привести себя в форму перед летом, как создать себе хорошее настроение. Но если бы мы с Ильей были вдвоем, то мы бы, конечно, не могли это сделать. Поэтому мы в гости пригласили эксперта. Да, он появится во второй части нашей программы. Вы, кстати, можете присоединяться к разговору. Телефон прямого эфира не изменен. 434-3477. Периодически внизу экрана будет появляться все, как всегда. Ну, а начнем мы сегодня с таких романтичных, красивых, наверное, даже весенних, я бы сказал, в широком смысле слова, кадров. Мартовские кадры, потому что весна, она уже везде. Любовь, она уже везде. Даже в природе. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Что еще происходит? В Нижегородской области мы вам рассказываем в программе «День за днем» в нашем специальном дайджесте новостей районных из Нижегородской области. Там много всего и много разного. Вот об этом будем рассказывать. В Арзамасе работает программа «Социальный контракт». Это где благодаря бизнесу и социальным структурам можно так вписаться в современные реалии, чтобы было экономически выгодно и комфортно всем. Как это работает в Арзамасе, узнаем прямо сейчас. Социальный контракт помог превратить любовь ко всему красивому и изящному в маленький бизнес. Маргарита занимается фуд-флористикой. Букеты из конфет, фруктов, овощей и других вкусностей сегодня популярны. Отличный подарок на любой вкус. Начала я этим увлекаться с того момента, как мне подарили очень красивый съедобный букет из клубники в шоколаде. Мне так он понравился. И я решила тоже на это отучиться. Поехала, стала учиться и начала этим заниматься. Выполняя заказы уже постоянных клиентов, Маргарита и узнала о социальном контракте. Я узнала от своей клиентки, которая работает в сфере соцзащиты. Она мне просто это посоветовала, подсказала. Она говорит, Маргарита, почему бы вам не обратиться, вот сейчас такая есть мера поддержки. Я сначала как-то боялась, потому что этого еще, ну только когда начали давать вот эти соцконтракты, еще никто не брал, я можно сказать, одна из первых была. Я еще как-то боялась, что, я думала, что это вообще как какой-то кредит. Я не хотела. Она мне все объяснила, я сходила к туристу. Она говорит, нет, это все, ну хорошо, официально все это. Вот, и я, то есть решилась, я взяла вот этот вот контракт, подписала, и все. Я купила оборудование на эти деньги. Я купила, ну там все, что нужно, всякие холодильники, шкафы. На деньги господдержки, а это 250 тысяч рублей, удалось открыть небольшой отдел. Теперь в этом магазинчике можно и заказать, и купить вкусный букет. Я работаю не одна, там у меня есть две девочки. Мои коллеги, вот, они работают со мной. Одна у нас продает, а вторая еще, ну третья делает. Со мной тоже такие же букетики. Вот, мы все это делаем на заказ. Вот, нам это все очень нравится. Одно из главных условий заключения соцконтракта – низкий доход семьи. Маргарита вышла в декретный отпуск. Официально работал только муж. У меня двое детей, два сына. Вот, один в школе сейчас, учится в школе. Вот, а один маленький, девять месяцев. Дома, пока ждет старшего сына из школы и мужа с работы, Маргарита успевает и поиграть с маленьким Марком, и заняться любимым делом. Работать она не прекращает, тем более сейчас, в период праздников. Это все-таки, как бы кажется, что такая красивая работа, но это очень тяжелая работа. Вот, на праздники меня вообще нету. Даже если я работаю на дому, сейчас вот маленький, даже если я работаю на дому, то меня все равно практически здесь нету. Я вся в заказах, я делаю заказы, закрываюсь, на кухню никого не упускаю, все здесь расставляю вот этот стол и готовлю, готовлю, готовлю. То есть они меня все праздники вообще не видят, вот. Потому что в основном подарки, заказы в основном на всякие праздники, самая масса такая. Вот, к примеру, вот к этому 23 февраля мы подсчитали, что мы сделали за три дня где-то больше 200 букетов, и даже не помню, сколько мы подсчитали подарочных коробок, по-моему, штук 300 подарочных коробок мы сделали. Букеты женские, мужские, детские. Каждый Маргарита старается делать особенным, чтобы клиент запомнил и вернулся. Сама же помнит свой самый необычный заказ. Мы делали цветы, очень много цветов разных, разного цвета роз, и там были кроссовки Nike. То есть были с кроссовками, то есть кроссовки были все окутаны цветами, вот, как будто бы они стоят в цветах. Вот, то есть это был вот такой букет. То есть и кроссовки были женские, и это такой букет, вот такая видимость была у молодого человека. Вот парень нам сам заказал такой букет, чтобы там вот эта обувь была в цветах вся. Социальный контракт Маргарита заключила год назад. Теперь можно и подвести итоги. В течение этого года я должна развивать свой бизнес. Ну, то есть я по условиям контракта не могу его закрыть, там куда-то чего-то распродать или как-то. То есть если я в течение года закрою бизнес, то я должна буду государству все эти средства вернуть. Вот, но у меня все хорошо, у меня уже вот 28 февраля уже заканчивается год, ну, срок действия контракта. У меня все хорошо, мы работаем и останавливаться не собираемся. Заключить социальный контракт можно и в 2021 году. Для этого достаточно обратиться в управление социальной защиты или в Центр развития предпринимательства. Специалисты помогут составить бизнес-план и собрать необходимые документы. Вот, прекрасная совершенно идея. Человек занимался, занимался тем, что ему нравилось, переносил, может быть, даже не такой большой доход. Потом раз и оформил все это в статусе, по сути дела, социального предпринимательства. Вот такой self-made, если можно так поражаться современным языком. Бизнес прекрасен этот сам по себе, потому что как только она произнесла первые слова, клубника, да еще и в шоколаде, я думаю, многие поняли, что не обязательно это продавать даже для самих себя, это очень вкусно и приятно. А следующий материал из Дзержинска тревожный, я бы сказал. Очень часто случается так, к сожалению, что вот пришла беда, не знаю, например, что-то случилось с единственным жильем, где вы живете. И вы рассчитываете на какую-то помощь, поддержку. К сожалению, такое бывает не всегда. Вот такая ситуация произошла в Дзержинске. Давайте посмотрим материал наших местных коллег. Фаина Петровна, как только вспоминает про пожар, не может сдержать слез. Тот страшный день она помнит буквально по часам. В половине четвертого, где-то ночью, сын проснулся, я слышу, он кричит. Я выскочила из своей комнаты, забежала к нему, смотрю, у нее полная комната дыма. Я в чем-то спала, соскочила, побежала туда, в ту дверь, а там клуб этой Гарри, ну вот, у нее видно, там все коптило, носили сигарету или что там, я не знаю. И весь этот Гарри, как на меня дало, я чуть не упала. Я срочно дверь закрыла, сыну кричу, вызывай пожарку. Очаг возгорания был в соседней квартире, где проживала женщина, которая впоследствии скончалась. По версии жильцов, к пожару могла привезти непотушенная сигарета. Ведь хозяйка квартиры часто беспечно курила в собственной квартире и злоупотребляла алкоголем. Вообще это очень странно, то, что наши власти никак не обращали внимания на то, что человек живет, инвалид она была, живет в квартире, где нет ни газа, ни света, ни воды. Она полностью никому не была нужная. Приезжали соцзащиты, она им отказала поехать. Как можно у невменяемого человека спрашивать вообще разрешение? Ее нужно было отправить в психиатрическую лечебницу. Ей говорили о том, что и жильцам говорили, все понимали, что будет пожар. К сожалению, все вышло так, как и предрекали жители. Вот только что теперь делать дальше, никто не знает. Сейчас Фаине Петровне заходить в сгоревшую комнату нельзя. Да и выносить мебель тоже. Ведь полы в любой момент могут обрушиться. Нам нужна помощь хоть какая-нибудь. Восстановить стены, восстановить полы. Вообще узнать, можно ли, возможно ли вообще это все восстановить. У нас нет окон. Нам сказали, что это все за свой счет. Управляющая компания нам сказала, что они ничем нам не помогут. Социальная защита сказала, что максимальная помощь будет 10 тысяч рублей. Люди все 80-летние бабушки. Как им не помочь? Да даже если мы все родственники сейчас сложимся, мы никогда в жизни это все не сделаем. Помимо квартиры Фаины Петровны пострадали еще и две квартиры снизу. Стены и потолки у жильцов первого этажа до сих пор сырые. И дыры, тут все сделали, все лилось, все пролило. Вот не знаю, что. А там вообще, там на той стороне, ну у ней там все сгорело, все вот это сломано. И у нас потолок, что будет, тогда не знаем сами. Сейчас просто нас напугали, говорят, подпорки будут ставить, что этот потолок может ухнуть. Ну а если не ухнет потолок, можно отремонтировать и еще жить. Каждый уголочек родной, свое место, своя кроватка. Все, ну, здесь жизнь прожита. С 94-го года мы в этом доме. Поэтому я не знаю, я не хочу его бросать. Вот и Фаина Петровна не готова расстаться со своим жильем. Здесь она выросла и прожила лучшие годы своей жизни. Она надеется, что неравнодушные жители Дзержинска откликнутся на ее горе. Ведь одно ей никогда не справится. Помочь можете и вы. Все необходимые реквизиты и телефон для связи с пострадавшими сейчас на ваших экранах. Фаина Петровна будет благодарна всем, кто откликнется. Давайте без лишних слов из Дзержинска перенесемся в ВИКСУ. А там отчитываются чиновники о том, что во всех регионах России стартовала модернизация первичного звена здравоохранения. И ВИКСУНские медицинские учреждения тут тоже не обошлось стороной. Как они преображаются, узнаем прямо сейчас. Во всех регионах России стартовала модернизация первичного звена здравоохранения, которое продлится около пяти лет. Программа в первую очередь направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны. ВИКСУНское здравоохранение не исключение. О том, что это значит и каким образом модернизация коснется в ИКСУНских медучреждений, рассказала главный врач ВИКСУНской центральной районной больницы Анастасия Соколова. Это строительство и капремонт медицинских организаций Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, а также их обособленных структур центральных районных больниц на территории Российской Федерации. Что такое первичная медико-санитарная помощь? В соответствии с 323-м федеральным законом первичная медицинская помощь к ней относится вся амбулаторная служба. Это все поликлиники. Это поликлиники как детские, взрослые, также может быть женская консультация, противотуберкулезная, стоматологическая. В соответствии с этим ВИКСУНская центральная районная больница будет модернизироваться и делаться ремонты. Кроме поликлиник, это еще ФАПы, врачебные амбулатории, участковые больницы, офисы врачей общей практики. Средства выделены на 5 лет. Программа будет реализовываться до 2025 года поэтапно. Этапы распределены по годам. Мы не будем делать все в один год одним объемом. То есть будет распределение по разным годам, по разным объектам. Самое, конечно, это большое финансирование. Это наше здание, основное здание, где будет ремонт городской поликлиники, включая рентген-диагностическое отделение, физиотерапевтическое отделение, лабораторию клиническую. Так как на этих площадях тоже оказывается медицинская помощь амбулаторным пациентам. В рамках этого года первое – это замена лифтов. Это в первую очередь. Во вторую очередь это будет ремонт. Это опять в этом году ремонт, капитальный ремонт помещений первого этажа, третьего, четвертого и пятого. Будет организована бережливая поликлиника. Что это такое, вы тоже знаете. Потому что у нас уже на нашей базе есть детская поликлиника, работающая по принципам бережливого производства. Это открытая регистратура. Это навигация пациентов. Здесь мы немножко пересмотрим наше расположение кабинетов. На первом этаже у нас будет профилактическая направленность, где можно будет пройти диспансеризацию профосмотра, а не ходить по всем этажам. Это будет первый этаж. Далее, там, как и у нас есть, на третьем этаже у нас будет участковый терапевт. На четвертом этаже специалисты. Ну, такие как хирург, травматолог, эндокринолог и так далее. В этом году у нас будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. Это будет на пятом этаже, в который будет в себя включать также диагностические кабинеты, такие как УЗИ, эндоскопические кабинеты и прием специалистов. Это ЦАОП, будет закуплено новое оборудование. Это и маммограф цифровой, это УЗИ-аппарат, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, что тоже нам будет помогать в выявлении онкологических заболеваний на ранних стадиях. В этом году у нас только наш объект. Это вот здание, основное здание нашей Выксунской ЦРБ. Ремонт учреждения здравоохранения округа планируется в следующей последовательности. На 2022 год запланирован ремонт в здании противотуперкулезного отделения на улице Вавилина. 2023 год – ФАП в деревне Новой. 2023-2024 годы – больница в Вилле и Новодмитриевке. В 2024 году ремонтироваться будет Чуполейский ФАП и больница в Дощатом. На 2024-2025 годы запланирован большой комплексный ремонт в Шимурской больнице. В 2025 году ремонтироваться будет Матмоской офис врача общей практики. Кроме капремонта, программа модернизации первичного звена предусматривает средства на закупку оборудования. В этом году в больнице появятся два аппарата УЗИ, гастроскоп и эндовидеостойком. Задачи поставлены достаточно большие, средства выделены, время течет очень быстро. Поэтому сконцентрированы на выполнении поставленных задач. Надеемся уложиться в сроки и полностью освоить выделенное финансирование. Общий объем – 277 945 900 рублей. Что касается терапевтического отделения, которое также нуждается в ремонте, то оно не может участвовать в данной программе, так как в нем не оказывается ампулатурная помощь. Но руководство больницы, по словам Анастасии Соколовой, пытаются решить и эту проблему. Уже подготовлена проектно-сметная документация на ремонт и направлена заявка в Минздрав Нижегородской области. Осталось только дождаться денежных средств. Но зато в этом году Выксунская ЦРБ вступила в программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. И вскоре здесь откроется Центр ампулатурной онкологической помощи, который будет обслуживать не только Выксун, но и Кулебаки и Набашина. Уж чего-чего. Если говорить про Выксу, то тема многородов здесь в позитивном ключе. Всегда какие-то новости, если из Выкса приходят, за исключением, конечно, криминальных и прочих. Это как и везде. Но в основном, как мне кажется, такие уверенные, позитивные новости. Что у нас еще происходит в регионе, знают наши телезрители, естественно. Да, и у нас много обращений, которые поступают в прямой эфир 4343477. Это телефон, по которому Вы можете позвонить. Валентина Сергеевна, Татьяна Михайловна, Людмила Никитична уже позвонили. Озвучим их жалобы и предложения чуть позже. К ним прямо сейчас и переходим. Давайте я с Людмилой Никитичной начнем. Большая Печорская, 83. Частое отключение электроэнергии, нет холодной воды, канализация перемерзла. Куда только ни обращались, реакции нет. Как нам жить из-за отсутствия воды? Просто боимся, что рванет котел. Вот такая жалоба поступила. Ну, это, я как понимаю, старый фонд, Большая Печорская, 80-е номера, где-то ближе к площади Сенной. Ну, в общем-то, нет, там есть и более-менее дома поновее, но вот это вот старый фонд, насколько я понимаю. Что еще, Оксандра? Улица Почаинский-Аврак, от Валентины Сергеевны обращение. Трехэтажный дом, по нашему стояку, с 21 февраля нет холодной воды. Обращались в водоканал, но никто к нам не приехал и проблему не устраняет. Представляете, практически две недели у людей нет холодной воды. Нет холодной, нет и горячей, соответственно. Госжилуинспекция должна интересоваться этим вопросом. Татьяна Михайловна, дозвонилась в Балахна-Правдинск. Дорога в ужасном состоянии, а у меня дочь, инвалидка, лясочник до магазина, не можем доехать. Еще улица Березовая Роща, по весне вообще уплываем. В администрацию обращались, никто не занимается этой проблемой. Куда нам еще обращаться? Все обращения ваши передадим соответствующие структуры им и отрабатывать ваши обращения. Будем надеяться, что все изменится в положительную сторону. Ну, а сейчас мы обратим свое внимание к нашему официальному сообществу ВКонтакте. Нижний Новгород день за днем. Называется оно, туда можно отправлять фото, видео, какие-то комментарии, задавать вопросы. Иногда другие телезрители, другие нижегородцы, активные пользователи группы отвечают. Ну, в общем, вступайте, общайтесь. Начнем мы с видео. Ну, знаете, вот есть такое выражение, парковочные войны. Да, вот в нашей стране, к сожалению, дворы маленькие, машин много, дома большие, постоянно идет вот это вот противоборство. По таким парковочным войнам в Сормовском районе на прошлой неделе пострадал один автомобиль, который расстрелял другой автомобилист. Автомобилиста задержали, считайте, его тоже пострадавшим, потому что и там будет уголовное дело. Вот здесь мы покажем сейчас видео, которое прислал нам телезритель. Здесь ситуация в зародыши, я бы так сказал. И, наверное, можно предотвратить самые ужасные последствия. Давайте посмотрим. Идем по тротуару. Идем, идем. И тут стоит какое-то бревно. Как его пройти и обойти? Что с этим делать? Мне непонятно. Вот такое корыто стоит, перекрыло всю дорогу. Мне кажется, он конченый. Хочется ответить фонетической стилистике автора этого видео. Фотографируйте номер. Фотографируйте желательно так, чтобы было видно дом, который находится с адресом неподалеку. И отправляйте в госавтоинспекцию. Там они, конечно же, какие-то меры должны принять. Но это чтобы не прислать нам сюда эти видео, хотя, конечно, пусть этому человеку будет стыдно. Посмотреть интересно, но мы мало что изменить можем в этой ситуации. Перепарковать. Можем еще к совести призвать водителя транспортного средства, водителя маршрутки. Это Т-94 с госномером 909. Сегодня утром прилетело сообщение, что наш телезритель ехал на этой маршрутке. Молодой человек, тоже пассажир, не мог заплатить за проезд картой, так как она была в стоп-листе. Водитель остановил автобус в начале Окского съезда и требовал без билетника выйти из автобуса. К счастью, за него заплатили другие пассажиры, но сам факт того, что водитель хотел высадить человека в неположенном месте, откуда не дойти до ближайшей автобусной остановки, сильно удручает. Тем более погодные условия сегодня не вполне подходящие для пеших прогулок. Правила дорожного движения и правила перевозок гласят, что в таком случае, если маршрутное транспортное средство, то нужно доехать до следующей остановки. И там уже высаживать человека. И даже в муниципальных автобусах звучит вот эта вот записанная фонограмма, где говорят, что в течение одной остановки надо оплатить проезд. Не оплатил, на следующей остановке, как шутила когда-то моя бабушка, остановка вылезайка, вот там и нужно выходить. То есть именно на остановке, а не где-то посередине Окского съезда. Вот заметьте, ведь, кстати, тут нет какого-то претензий, каких-то обвинений, водители этого молодого человека здесь просто просят быть человечными всех. Но вот случилась такая ситуация. Ну давайте сделаем в этой ситуации все, что от нас по закону, по драму смысла. Или заплатили за этого молодого человека, для того, чтобы конфликтная ситуация не развивалась дальше. Но давайте еще посмотрим видео по поводу снега. Про снег много ваших обращений, мы не можем их взять все. Понимаем, сейчас сложно. Сложно и пешеходам, которые передвигаются по улицам, сложно и автомобилистам. Потому что накануне, когда были плюсовые значения, снег растаял, и стало еще сложнее передвигаться. Но только одно из многочисленных видео. Входим, ждем, когда растает. Бабушка из какого тут подъезда выйдет? Вообще, куда? Просто, ну ладно, вот у подъезда почистим. Маленько. А здесь-то, е-мое. Дом маршала Рокоссовского-2. По Малиновску вот два дня назад почистили. А здесь вывезли они 870 тысяч кубометров снега. Откуда вы его вывезли? Непонятно только. Многие предположили, что автор этого видео, это тот же самый человек, который записывал человека с неправильной парковки в одном из дворов Нижнего Новгорода. Нет, уверяю, это все-таки разные люди. Просто бывают люди очень похожие. Но вот здесь не хватило адреса. Причем человек назвал видео «Адрес, где почистили». А адрес, где именно надо почистить, вот в этом видео, даже в описании к ролику не прикрепил. Для чего мы работаем в прямом эфире? Для того, чтобы вы могли адекватно, объективно, оперативно реагировать на ту информацию, которая у нас в эфире звучит. Поэтому телефон на 434-3477 на ближайшие полчаса вам обязательно пригодится. Потому что прямо сейчас в нашей студии появится эксперт, который готов вас консультировать по вопросам здоровья. Доктор-остеопат Эдуард Первушкин в нашей студии снова. Эдуард, здравствуйте, проходите. Добрый день. Здравствуйте. Я снова рады. Я вам тоже рад. Эдуард, раскроете секрет. Давайте вспомним вот предыдущий наш эфир, когда вы приходили к нам. Илья был на кушетке. В горизонтальном положении. Вы делали некие манипуляции. И знаете, у него последние полгода подворачивалась нога после ваших манипуляций и болеть перестала, и подворачиваться перестала. Да, в связи с этим вопросом, что вы сделали и как долго эффект продлится. И это не для того, чтобы сейчас рекламно рассказать нижегородцам, что вы действительно волшебник и хороший доктор. А действительно что-то произошло? Чудо чудное, но, как обычно, чтобы хорошенечко раскрыть все секреты, нужно подробно рассказывать. А секрет на самом деле очень простой. Восстановление биомеханического баланса, физиологического баланса и ритмогенного баланса. Все. Дальше система, то бишь физиология, начинает работать самостоятельно. И вроде бы лечили горло или коленку, попутно уходит артериальное давление, прекращаются головные боли на смену погоды и многое-многое другое, словно бы само собой. Неужели это можно сделать за один сеанс и буквально за несколько минут, за несколько десятков минут? Запустить сеанс – да, обязательно. То есть каждый сеанс у врача-остеопата, он делается как единственный и неповторимый. То есть не бывает такого, сегодня мы поделали то, завтра поделаем это, а послезавтра и того у нас уйдет там 10, 20, 50 сеансов. Нет. Каждый сеанс делается уникально раз и навсегда. Ну это очень важно, потому что есть же люди, которые хотят мгновенных эффектов, чтобы вот раз и навсегда. Желательно, друзья, так не бывает. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, напоминаем, 434-3477, такой телефон прямого эфира, он не изменен. Но мы встречаемся в преддверии Международного женского дня, все-таки, да? Уже совсем скоро. Сейчас многие выбирают, какой подарок сделать, своей второй половине, своей маме, я не знаю кому. И многие задумаются о здоровье, о красоте и так далее. Вот вы, как специалист, чувствуете приток женщин, которые приходят к вам в преддверии 8 марта или сразу после него, или вот нет такого? Хотел сказать, что не особенно заметил, но все-таки нет. У нас есть программа «Четыре шага к красоте и здоровью». Когда-то придуманная специально для женщин на основе и приемов остеопатии, и биологического декодирования. Вот да, она как-то сейчас стала пользоваться популярностью. А что это за программа? Давайте пару слов поподробнее, для того, чтобы наши телезрительницы понимали, что есть прекрасное, которое рядом. Да, абсолютно спокойно и доступно, можно этим пользоваться. Ведь проблема в чем? Часто женщины, да и не только женщины, беспокоятся о внешнем, так сказать, антураже. И хочется что-то там расправить, разгладить, наполнить какой-то жизнью. И чувствительные руки врача-остеопата, конечно же, могут этому поспособствовать. Но на самом деле это только часть проблемы. Потому что, например, состояние кожи, оно зависит от всех остальных систем, в частности, нервной системы, системы кровообращения, гормональной системы. И, по счастью, доктора тоже этим занимаются. Как раз спросила, хотел спросить, внешняя красота зависит от того, что происходит внутри? Сейчас Эдуард разобьет внутренний мир Оксаны, вот на этот счет, просто в дрепезке. Что происходит, рассказами? Зрите в корень. И зависит даже больше, чем можно себе представить. Потому что, если биомеханическую составляющую еще можно достаточно спокойно проработать за счет знаний, компетенций, мастерства врача-остеопата, то вот внутренний мир, то есть мир мыслей, настрой, с ним работать гораздо тяжелее, потому что это может сделать только сам человек. А специалист может только подсказывать. И если спросить, хотите ли вы быть красивым и здоровым? Да, да, конечно. Но если вы будете жить прежней жизнью, то ничего не изменится. Например, пришли на сеанс к остеопату, он там поделал манипуляции. Вроде бы как бы все разгладилось, все стало хорошо. Через три часа или через три дня все начинает возвращаться в прежний режим напряжения, потому что порядок мыслей не изменился, дела не изменились, заботы, хлопоты, семеро по лавкам, работа, начальник, подчиненный и так далее, и так далее. Поэтому, поскольку мы в нашем центре достаточно ленивые, и мы помним наставление доктора Стила, основоположника остеопатии, пришел, увидел, починил и забыл, поэтому мы стараемся следовать все-таки этому направлению, починить так, чтобы больше к этому не возвращаться. Чтобы кто-то, кто пришел к вам, ваш пациент не вспоминал об этом. Совершенно верно. Решено сразу. Есть вопрос от нашего телезрителя, социальности ВКонтакте, Нижний Новгород день за днем, напоминаем, там можно задавать. Слышали, что остеопатия убирает морщины с помощью сеанса каких-то чудодейственных массажей. Правда это или нет, и можно ли это сделать в Нижнем Новгороде? Вот, пожалуйста, такой вопрос. Да, конечно. Врач-остеопат при достаточной чувствительности рук может спокойно поработать с напряжениями на уровне кожи лица, мышц, костей лицевого черепа, мозгового черепа. И за счет того, что напряжения убираются, улучшается кровоснабжение, ткани буквально наполняются этой самой живительной межклеточной жидкостью, и такой омолодительный эффект, он прям на лицо. Но есть немножко загвоздка, что если человек по-прежнему находится в кругу своих забот, то напряжение возвращается назад. А так, я думаю, что, ну, наверное, чуть ли не любой врач-остеопат может это сделать, никаких проблем. Только вопрос эффект какой будет? Насколько длительный будет? Да, как правило, это все-таки вопрос пары дней, пока идет активизация микроциркуляции. Поэтому, повторюсь, наша задача, мы ленивые, надо было придумать такую программу, чтобы запустить так, и чтобы оно дальше работало само собой. И я думаю, что получилось, потому что наблюдая женщин на протяжении не то, что уже многих месяцев, нескольких лет, которые когда-то побывали на этой программе, когда, например, женщина 63-64 года, она на протяжении месяцев, у нее все более и более разглаживается лицо. Естественно, там какие-то манипуляции, крема используют. Но скажите, пожалуйста, женщина не использует крема. Но тем не менее, эффект инволюции кожи, старения ее, он никуда не девается. И мы так скромно приписываем себе заслугу, что мы кое-что поделали, чтобы она молодела с каждым месяцем. Все не зря женщина красивая становится благодаря вам. Но вы не раз уже в своих репликах возвращались к теме, чтобы внутренняя составляющая была гармонична, чтобы человек не столько думал о своих хлопотах, сколько о себе. Как можно это внутренне избавиться? Вот сейчас смотрят нас, наверное, мамы двоих детей, которые сидят... Это про меня, да? Я думаю, когда закончится эфир, я побегу в школу, заберу из школы, потом начну делать... Кто в декрете сейчас, которому муж приходит вечером и говорит, чем ты занималась. Потому что я понимаю, что это череда вопросов, которые я должна решать, решать, решать и решать. Для иллюстрации, буквально недавно мы делали занятия с ребятами, которые учатся и планируют в будущем поступать в медицинский университет. Мы делали с ним такое упражнение по управлению своим вниманием. И отслеживали реакцию физиологии по частоте пульса и по частоте дыхания. Исследовали, так сказать, обычную повседневную жизнь, хорошие события и плохие события. И как раз отслеживали, как реагирует вегетативно-нервная система, то есть та, которая управляет всей внутренней жизнедеятельностью организма, адаптируя нас под различные ситуации. И ребята буквально за 7 минут упражнения сделали вывод, что вот где внимание, такое и состояние. Соответственно, почему была придумана программа «Четыре шага»? Потому что просто сказать человеку, хочешь быть красивым, будь, Козьма Прутков, да? Поэтому нужно было сделать так, чтобы это такое желание превратилось в настоящее желание, которое бы сподвигнуло бессознательно работать не в привычной колее, а по-новому. И тогда нужно пройти четыре последовательных шага, когда человек учится находить свои ресурсы, те самые силы, которые в нем самом живут, но которые расходуются не совсем рационально. Чтобы он сознательно их направил по той дороге, по которой он хочет, и вуаля, человек начинает чувствовать себя хорошо, обменные процессы улучшаются. Ну и таким как бы бонусом, хорошее настроение, начинают лучше ладиться дела, и восстанавливается красота месяц за месяцем. А мы можем сейчас в эфире раскрыть секрет этих четырех шагов? Или это какая-то эксклюзивная информация, которую можно получить только в центре доктора Пировушкина? Да нет, на самом деле никакого секрета здесь нет. Давайте тогда распишем коротко, первый, второй, третий, четвертый. Оксана, тебе ручка нужна просто, чтобы ты... У меня с памяти пока все хорошо, я записываю в голове. Если что, эта статья на сайте есть, ее можно легко прочитать. Первый шаг, он обязательно должен быть определение мечты. То есть то, что человека по-настоящему вдохновляет. И здесь на самом деле нужен целый сеанс для того, чтобы отделить, что называется, зерна от плевел. Потому что часто люди хочу, хочу, а на самом деле внутри нет никакого отклика. И для того, чтобы отсепарировать вот это вот настоящее, нужно прям внимательно потрудиться. Это первый шаг. Второй шаг – это то, как человек свою мечту проживает внутри себя. То есть что по-настоящему дает силы, не побоюсь этого слова, расправляет крылья души, и он буквально летит к этой своей мечте. Соответственно, если все так легко и просто, то почему человек не достиг своей цели раньше, без, например, моей помощи. С чьей-то помощью? Да. Соответственно, значит, есть какие-то внутренние блокировки и препятствия. Конечно, по-настоящему, если мы это будем рассматривать в духе декодирования или гуманистического гипноза, или еще какого-нибудь подхода, эти блоки, их, конечно же, нужно прорабатывать. Но мы все-таки в этой программе опирались больше на ресурсные состояния, то есть то, что человеку дает силы, вдохновляет и помогает реализовывать. Соответственно, нужно эти блокировки выявить и найти пути их решения. Какие блокировки, как их решать, чтобы добраться до своей мечты? Может понять только специалист? Нет, это знает только сам человек. А специалист только помогает решить. Помогает разобраться во всем. Ну вот, знаете, тогда тем более интереснее, просто сообщение интересное пришло в директ группы Нижний Новгород день за днем. Доктор, помогите моей жене научиться ходить на каблуках. Сколько не прошу, ни в какую. Говорит ей, ей неудобно и так далее. А может быть, вы сможете это сделать? Может быть, человеку проблему на самом деле ходить на каблуках? Вполне может быть. Я закончу четвертый шаг. И достаточно всю эту информацию интегрировать в систему, то есть чтобы бессознательно, как раньше работало на автомате в режиме напряжения, так дальше оно должно работать на автомате в режиме спокойствия, расслабления. И все. Дальше все работает само собой. По поводу каблуков, на самом деле, это очень сложная проблема. Потому что, как правило, проблему стопы рассматривают даже отдельные специалисты, подологи и говорят, вот надо там что-то там поделать, стельки, гимнастика или что-то еще. Конечно, это имеет место быть, но на самом деле подход, он прям очень узкий. Потому что наши стопы – это всего лишь адаптация к работе всего тела, к его физиологии, к его биомеханике. И пока мы не исправим биомеханику тела целиком, ничего не получится. Если, например, какие-то мышцы стопы, голени находятся в состоянии перенапряжения, и дать им дополнительную нагрузку в виде каблучков, человек говорит, нет, невыносимо, я так не могу. Даже чуть-чуть, даже на праздник. Поэтому нужно смотреть, что приводит к напряжению в стопе, убрать его. На прием к Эдуарду Первушкину. Да, может быть, и не нужно все-таки заставлять девушку вставать на каблуки, если ей неком. Знаете, мальчикам иногда хочется, чтобы девочки были девочками. Конечно, вы сильные, все можете, на свои плечи взвалили, понесли с гордостью. Давайте хотя бы один день по-другому. Сделаем приятный для вас. Эдуард, а с чем чаще всего девушки обращаются к вам? С какими вопросами, проблемами? Руки, ноги, болит голова, позвоночник, потому что мы часто сидим за компьютером. Или лицо, вот опять же, сморщины. Да, сделать меня внутренне счастливой. С чем? Какой сложный вопрос. Но, наверное, все-таки за последний год-полтора это, наверное, состояние усталости. Подавляющее количество пациентов, которые приходят ко мне, это состояние усталости. Вот я с вами соглашусь, потому что действительно часто ловишь себя на мысли, устал. Непонятно от чего, да? Пацан, держи себе еще минут пять. Казалось бы, вроде бы все нормально. Есть множество людей, которые тебе помогают по жизни, но тем не менее вечером понимаешь, устал. Даже утром иногда просыпаешься и думаешь, уже устал. Вот что можно с этим сделать? Ну, наверное, по-прежнему скажу, что рецепт простой. Это управление своим вниманием и хотя бы время от времени заглядывать к врачу-остеопату, чтобы своевременно эти напряжения из тела, скажем так, вытряхнуть, почувствовать свою легкость и попробовать в этой легкости уже оставаться. Поэтому, когда вот эти маркетинговые вещи, нужно сделать столько-то количества сеансов или предскажите, сколько нужно сеансов прийти, да их не существует. Задача наладить систему и забыть, потому что система должна работать в норме. Поэтому между нашими сеансами в нашей клинике расстояние становится все больше и больше. Если, например, между первым и вторым сеансом может пройти месяц, то в дальнейшем это может быть и три месяца, и шесть месяцев. Как правило, для профилактики от двух до четырех раз в год я рекомендую. Еще одно сообщение в группе, в сообщениях от нашей телезрительницы Татьяны, но я, судя по всему, понимаю, человек в возрасте. Вопрос такой. Слышал, что японские девушки применяют какие-то методы вроде остеопатии для сохранения красоты своих волос. Они у них очень густые и сильные. Может быть, что-то ваш сегодняшний гость об этом знает. Пожалуйста, спросите. Вот такая история. Красота волос и остеопатия рядом. Что можно сделать? Что конкретно делают японские девушки, я, честно говоря, как-то так задумался, не знаю. Но на самом деле секрет очень простой. Кожа. Не буду углубляться в слои кожи. Волосяные луковицы, сальные потовые железы, кровоснабжение и гормональная составляющая. Соответственно, со всем этим врач-остеопат может легко поработать, обеспечив подвижность вот этого мышечно-сухожильного апоневротического шлема, то есть то, на чем волосы... То, что шевелится под волосами. Да, да, да. Вот. Убрать эти напряжения, обеспечить подвижность, в частности, костей черепа, обеспечить хороший кровоток, отрегулировать гормональную ось. Для опытного остеопата это не составляет труда. И зачастую, когда обращаются, что у меня выпадают волосы, я уже и там побывал, и с эндокринологом занимаемся, и с гинекологом, мы кое-что поделаем, и люди говорят, ой, у меня перестали волосы выпадать клочками. Класс. Удивительная история. Еще один вопрос я хотела задать. Вот часто по весне врачи говорят, что для того, чтобы вернуть хорошее настроение, спокойствие, нужно попить витамины. Достаточно ли витаминного вливания в организм для того, чтобы ты был счастлив? Тема настолько сложная, что, наверное, под нее требуется отдельная передача. Как доктор говорит, попейте Б12. У меня ребенок младший насмотрелся, и когда я каждый раз уже после уроков нависаю над ней, она говорит, магний Б6. И дальше уже, да, улыбка на лице, и понимаешь, что магний Б6 тебе в помощь. По-моему, еще в 93-м или где-то в 97-м году ВОЗ говорила, давал такие рекомендации, что современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, хранения, доставка, приводят к тому, что современный человек недополучает витамины и минералы, поэтому поливитамины и полиминералы нужно непременно принимать. Я в это свято верил. Я очень интенсивно занимался спортом. И прямо когда был перерыв в две недели между приемом витаминов, он ощущался как спад сил. Я считал, что это связано с витаминами. На сегодняшний день я стал чуть-чуть умнее. И, в общем, не все так однозначно. Но вот, например, сейчас я встречаю, особенно в спортивной среде, достаточно модные рекомендации пейте витамин D. Это, мол, типа там очень круто, очень классно, на биохимию всякую влияет и так далее. Но давайте немножечко задумаемся. Дело в том, что активную форму витамин D в активную форму превращается в коре почек. И, соответственно, вот этот эргохоликальцисферол, который должен быть активным, он там. А если почка плохо двигается, там страдает кровоснабжение, если она поддавливается, например, напряженной после стресса диафрагмой, то есть чего он будет активно превращаться в активное вещество? Если нечем превращать. Да. Поэтому как только мы отрегулировали биомеханику той же почки, пожалуйста, все само собой происходит. В общем, что... И лишних вливаний витаминозных нет необходимости. И вот много у нас уже встреч с Эдуардом Первушкиным в студии. Я вот понимаю, что для настоящей остеопатии вообще никаких преград нет. Волосы выпадают к остеопату, да, морщины на лице к остеопату. Настроения нет к остеопату. К остеопату, я понял. Ну, это интересная тема. И вот люди спрашивают, Юрий Павлович спросил, где все-таки находится клиника? Вот сейчас можно озвучить адрес, и Юрий Павлович туда, видимо, отправится после нашего эфира. Улица Ульянова, 10А. Это бизнес-центр. И на одном из этажей находится наша клиника. Ну, а вообще, в любом поисковике доктор Первушкин, пожалуйста, на первых строчках все выпадает. Более того, Эдуард, свою информацию открыто выкладывает в интернете. Даже можно посмотреть и чему-то научиться благодаря интернету. Да, очень активное сообщество ВКонтакте. Можете найти ссылку, кстати, тоже в нашем сообществе Нижний Новгород. День за днем. Ну что, друзья, спасибо за такой обстоятельный разговор. Такой легкий, весенний, я бы даже сказал, настроение поднялось. Но вот люди нам звонят, к сожалению, не всегда с радостными какими-то сообщениями. Елена Юрьевна с улицы Голованова сигнализирует. На балконе соседа сверху образовались огромные сосульки, течет к нам на балкон. При активном тайне вода попадает в квартиру. Сосед на контакты не идет, дуг бездействует. Куда обращаться, помогите. Ну, для начала есть госжилинспекция, как мы говорим в таких случаях. Вот все, как это выглядит, функционирует жилищно-коммунальное хозяйство. Это исключительно их прерогатив. Поэтому попробуйте обратиться туда, вам должны так или иначе помочь. Вот так, госжилинспекция. Ну, а мы с Эдуардом Первушкиным всем желаем хорошего настроения. Все-таки вектор погоды берет на весну. Поэтому ждем, когда весна уже вступит в свои права, и у нас будет улыбка на лице. До новых встреч, Эдуард Сергеевич, в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас, вернее через несколько мгновений, новости в эфире ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова